На этой ярмарке нет привычных банкнот. Вместо них своя, морская валюта номиналом в 10, 30 и 100 рублей. Чтобы стать их обладателем, нужно обменять привычные купюры Банка России. Мария и Никита специально приехали на ярмарку, рассказывают, что узнали о ней по телевизору и решили обязательно стать участниками акции. Приобрели вот такие замечательные поделки, которые мы поставили на самое видное место дома. Спасибо, что есть люди, которые неравнодушны, которые создают, делают своими руками и делают очень красивые поделки. Океан Надежды придумали волонтеры полтора года назад. С тех пор каждый месяц на акцию собираются неравнодушные люди. Очередной океан совпал с эхом событий в Кемерово. Каждый человек с болью воспринял эту трагедию. Присоединиться к акции мог любой, кто в этот день был посетителем океанариума. От волонтеров Приморского океанариума поступила такая инициатива помочь детям, которые пострадали в Кемеровской трагедии. И поэтому все вырученные денежные средства будут переведены на счет Красного Креста. И мы надеемся, что они помогут в выздоровлении скорейшим детям, которые пострадали. На ярмарке любой желающий мог приобрести сувениры, которые создали волонтеры-художники. Декоративные лампы в виде бутылок, мягкие игрушки и подушки, украшения в морской тематике. А также различные презенты, связанные с морем и Владивостоком. Многое из представленного было создано руками воспитателей и ребят детских садов Владивостока. Все работы, которые представлены здесь, они интересны по-своему. Потому что в них вкладывается и душа, и желание помочь. И даже маленькие детки, которым по 5-6 лет, они прекрасно отдают отчет, для чего они вместе с мамами, с папами изготавливают сувениры. И какое доброе дело они делают. Также для маленьких посетителей был организован мастер-класс. Ребята не только разукрашивали обитателей морских глубин, но и учились своими руками делать книжки. Детям нравится это вообще. Родителям тоже. Пока дети здесь висуются, родители могут садыкнуть. По традиции акции «Океан надежды» волонтеры в этот раз позвали в гости двух воспитанников детского дома. Пятилетних брата и сестру Дениса и Кристину. Радовали их Нептун и Русалка. Для малышей провели специальную экскурсию, а позже они смогли пообщаться с белухами и их тренерами. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на восьмом.